Добрый день! Сегодня мы приветствуем в нашем книжном царстве Михаила Анатольевича Мишина. Это я. И начнем разговор. Ну, прежде всего, мы в книжном магазине. Расскажите о своих любимых книгах. Ну, вообще вопрос такой, знаете, что? Ну, их вообще довольно много. Я недавно сделал эксперимент. Я довольно скептически относился, знаете, к аудиокнигам. Ну, что слушать? И тут, не знаю, что меня дернуло. И вдруг я, значит, прослушал «Войну и мир», вот все целиком, в прекрасном, аудиокнигу, в прекрасной записи Евгения Терновского, если кто, значит. Я получил такое наслаждение. Я просто, ну, просто столько услышал нового, то, что глазами, ну, как уж все мы его перечитывали 150 раз. И это вот чудесное мое последнее впечатление. Если вы хотите о любимой книге последнего времени, вот, ну, я потом и Иоанну Каренину стал читать. В общем, короче говоря, как ни странно, я потом когда-то себя спросил, а сколько вот книг, которые я открываю второй раз? Выяснилось, что это русская классика, и она вся в хрестоматии школьной, поэтому нового я ничего не открою. Вот, собственно, и все. А если не секрет, сколько по времени за него прослушивание аудиокниги? Да много, ну, я думаю, до месяца, наверное. Ну, я понемножку, я же там каждый день, ну, так, но не делая одновременно что-то, потому что резать лук и слушать, ну, можно, наверное, но как-то я сосредоточился где-то на часок вечерами, и просто вот, да, интересная штука получается. Обостряются чувства? Выясняется, что многое, глазами все равно проскакиваешь, и вдруг слышишь какие-то, а потом на слух какие-то описания каких-то вещей, совершенно феноменальные, фантастические. Я так подумал, может быть, он вообще был лучший в мире писатель, просто, может быть, не знаю, не знаю. Короче говоря, вот. Перед нами лежит книга, переведенная вами. Расскажите, с какими трудностями или были вообще трудности, вы столкнулись с переводителем Маркеса? Ну, это, значит, Маркес, Габриэль Гарсия Маркес, «Хроника одной смерти, оболюбная заранее». Это абсолютно в моей биографии такая отдельная история, потому что я вообще не профессиональный переводчик, я испанский когда-то сам учил, но в свое время, много лет назад, уже лет тридцать, наверное, назад, там вообще в предисловии немножко объясняется, в чем тут дело. Вот я стал учить язык, и мне привезли эту книжку, я прочел ее уже на испанском, уже был в состоянии к тому моменту. Я был абсолютно сражен, ее еще тогда не было на русском языке у нас. И даже не помышлял абсолютно о переводе, и вообще переводы начинал просто себе в стол, и никуда это ничего. Ну, вот я почему-то захотел это сделать. Она меня поразила, потому что я вообще не знаю аналогу другого в моей памяти, что вот в таком маленьком объеме, она тут кажется толстенькой, но она очень так широко, воздушно напечатана, она там буквально на четырех, по-моему, листах, да меньше печатных. И это целый роман, просто там умещается с совершенно невероятным литературным мастерством, которое я не могу даже описать. В общем, на меня она произвела огромное впечатление. Я стал для себя это делать. И, доделав, кому-то показал, мне что-то кто-то сказал хорошо, кто-то плохо. Ну, и я как-то, я очень стеснялся и забыл о ней. Не то, что забыл, но отложил. Прошло, ну, я даже не знаю, лет, наверное, двадцать прошло. И я не знаю, что меня толкнуло. Я стал ее перечитывать, и дал еще почитать каким-то людям мнение, о которых я прислушиваюсь и доверяю. И они говорят, ну, так что давай. А к этому времени уже вышли, и уже когда я переводил, выходили переводы, значит, один, не помню, Синянской, по-моему, еще чей-то. Но меня это совершенно не смущало, я должен был это доделать. И я, значит, за нее засел и закончил. И вот показал, значит, есть такая редакция, редакция Елены Шуминой, вы знаете, наверное, да, ВСТ, она знаменитая Лена, которая издает просто за последние годы кучи книг, я получила, да-да-да, ну, там масса бестселлеров, и лучше, и книга, и Booker там, по-моему, и все прочее. Она прочитала, и как-то она очень вот возбудилась этим переводом в хорошем смысле. И несмотря на то, что вы знаете, незадолго до этого ушел, у них так целая серия, там, Аркеса была в каких-то других переводах, да, они издали это, и я был очень рад, и вот такая история произошла. Покажу еще раз, у вас же в магазине, наверное, есть. Конечно. Сейчас же все бегут и покупают эту вещь. Повесть блистательная, вне зависимости от моего вклада, значит, и все, что можно, я в нее как мог вложил. Вот, собственно. Вы изучали сами испанский. Расскажите, может быть, несколько советов, как или нет? Или здесь все индивидуально? Как изучать? Абсолютно никакого совета. Я считаю, что по-настоящему, конечно, нужна база настоящая, нужно заканчивать и иметь базу. У меня этого не было. Так сложилась моя биография, просто что у меня был личный момент, и был толчок, который послужил к этому, и я себя, так сказать, я говорю, я никогда не возьмусь больше за прозу испанскую, потому что это отдельный вот такой случай моей, повторю, биографии, довольно личная для меня история, и никакого совета я просто на себя ответственности не возьму давать. Я вам так скажу вообще, кто хочет, тот выучится, и так или иначе. Нужен стимул, нужно желание. А вот, ну, все-таки, с полноязычной литературой у меня есть свои особенности? Я больше ведь английской занимаюсь, на самом деле. Ну, конечно, у каждой литературы свои, ну, конечно, да. Но я больше занимался последние, там, довольно много уже лет. Я как-то сосредоточился, ну, не то что сосредоточился, но главным занятием был перевод драматургии. Я много переводил для театра, и в Москве, там, в нескольких сейчас идут пьесы, поставленные по моим переводам, там, номер 13 в «Мхате», там, «Слишком женатый таксист» в театре сатиры, и все. Могу нахвастаться много чего. Вот. И, ну, вот это основное было, потому что комедия переводила. В основном комедия, не только, но в основном. Вот, собственно, все о переводе. Я всегда это любил еще, там, с каких-то школьных лет, ну, для себя что-то. Недавно обнаружил себя в столе, переводил там, что-то Брэдбери переводил, какие-то рассказы. Ну, это себе все шло. Я даже и не знал, и меня не интересовало. Просто я был увлечен этим занятием, оно мне всегда казалось прекрасным ремеслом таким. И я какое-то время вот этим, как теперь говорят, подсел на это дело и, значит, занимался. Расскажите, пожалуйста, о работе над сериалом «Друзья». Это все-таки была работа в удовольствие, да? Ну, это была, знаете что, это была такая странная история. Ну, вот так сложилось, что мне... Это тогда купил канал «РТР», который теперь Россия. Я уж не помню, какие годы. Они купили сериал, знаменитый на тот момент. Я его там, будучи за границей, там в нескольких странах видел на языках, там разных. На немецком, на французском, по-моему. Вот, и так сложилось, что мне предложили сделать переводы. Я перевел первые два сезона. Это была профессионально очень любопытная история, потому что сериал снимался с живой публикой. Какие-то взрывы смеха, которые нельзя не вырезать ничего, потому что все... Ну, конечно, да. Но при этом, значит, американские реалии какие-то возникают, которых мы не знаем. Значит, они что-то говорят им понятное. И... А что мне делать? Ну, она... Ну, я уж приводил этот пример. Они говорят, ну, она прямо как Джеки Коллинз. А Джеки Коллинз – это американская какая-то стареющая звезда на тот момент, которая любила молодых мальчиков. Вся Америка знала, умирает, там, значит... Что мне делать-то? Я не могу ее заменить на Аллу Борисовну, значит, и так далее, да? Поэтому приходилось что-то менять чуть-чуть, чтобы... А. Не уходить с сюжета. Б. Чтобы это все-таки был относительно русский язык. В то же время, значит, оставался американским сериалом. Ну, вроде что-то там где-то удавалось, лучше или хуже. Потом выскакивали какие-то в интернете отличницы, рассказывали, вот он неправильно перевел, он не знает... А что тут сделаешь? Ты не можешь перевести буквально. Это будет просто непонятно. Ну, что-то перепридумывал. Лишь бы шло как-то, и смех был оправдан. Ну, собственно, вся история очень профессиональная. Это тяжелая работа, потому что там нужен и видеоряд, и, значит, текст. Ну, в общем, вот прозанимался. Больше там было смешно, потому что я пришел, они же дублируют. И группа, помните, там все эти шли, рабыня Изавра там, или какая-то богатая тоже плачет. Ну, они привыкли за смену переводить по 4 серии. Потому что, а что там переводить? Марии Антонио, мне надо с тобой поговорить. Конец серии. В следующей серии мы уже поговорили с Марии Антонио? Поговорили. Жалко, что мы не поговорили. И так это все катится до бесконечности. Ничего сложного нет. А тут это жанр. Это комедия. Значит, чуть-чуть не так сказал, нет смеха. Чуть-чуть передержал паузу, нет. И я пришел, значит, смотрю, и мне не нравится. Там звукорежиссер. Там группа, очень хорошие актеры, которые умеют это озвучивать, но они привыкли к другому. И потом, это же производительность другая. Там за смену 4 серии или одну. Но как-то мне удалось там материальную сторону решить, тогда с руководством канала. И мы стали это медленно делать и тщательно. И они сначала с тобой вообще разговаривать не хотели. Перестали. Звукорежиссер обиделся, вообще ушел. Я сел за пульт. Я был звукорежиссер. И вот им стало интересно. И мы добивались какой-то такой живой реакции. Вроде бы там мне удавалось. И как-то иду, а там дочка моего приятеля идет. И у нее подмышкой эти пленки. И смотрят, друзья написаны. Я говорю, вы чего, а мы идем смотреть ваших друзей. Хотя она с прекрасным английским могла это смотреть. И так она и смотрела. Так что было приятно. Ну вот первые два сезона мои. За остальное не отвечаю. Совсем скоро у нас будет чемпионат мира по футболу. Вы болельщик? Ну так громко сейчас уже не скажу. Я же питерский, во-первых. И поэтому все сознательно в первый план жизни я страдал за зенит. Когда он еще был таким, значит, зенитом доморощенным. И выше там середины таблицы не поднимался. Редко был бронзовый какой-то год. И когда-то он еще чуть не другое рождение кубок взял. Это было настоящее страдание и боление. Ну, сейчас просто смотрю хороший футбол. Если красивый футбол, то да. Если такой высокого класса, то я с удовольствием. Раньше я и баскетбол смотрел. В общем, когда-то в юные годы что-то играл сам немножко. И пока не оказалось, что я низкорослый. И потому что куда там сто восемьдесят лет? Это просто дитя лилипут. В цирк лилипут. Хорошая игра. Я смотрю. В апреле ожидается несколько ваших творческих вечеров. Расскажите, в каких городах? Вот. Вот о чем мы сейчас поговорим. Я, поскольку давно так не выступал, была большая пауза. А тут было несколько вечеров. У меня так сложилось. Они как-то прошли хорошо и в удовольствие мне. И как мне, как я надеюсь, как мне показалось аудиторию тоже. Тут несколько сейчас тоже еще запланировано. Просто на правах. У нас что? Рекламная пауза, как это говорят. Значит, 5-го числа у меня в Питере в Музее современного искусства Эр-Арта. Вечер, значит, вот, 5-го числа. 13-го в Екатеринбурге, в Ельцин-центре, где очень давно не было. И просто даже с удовольствием пойду просто в город. И в Москве, в Театре у Никитских ворот 19-го апреля. Вот. Так что все сейчас же, кто смотрит, должен все бросить, немедленно туда бежать. И, значит, мы там встречаемся. Почитаем, поговорим, поболтаем. Вопросы будут. Отвечу. 19 апреля ждем всех на встречу с прекрасным человеком Михаилом Анатольевичем Книшином. Как хорошо вы сказали. Просто прелесть. Спасибо большое. Удачи.